МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лекарства, БАДы, спортивное питание и еще сотни товаров, которые мы используем в повседневной жизни, попадают к нам в руки из пластиковой упаковки. Но мало кто знает, какой путь проходит пластик, чтобы стать вот такой полезной емкостью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пластиковые емкости – это универсальная тара, которую можно применять в различных сферах – от медицины и пищевого производства до изготовления сувенирной продукции. В Перми работает предприятие, которое выпускает упаковку для нескольких сотен видов товаров. В цехах «Инплайн» ежемесячно создают более 30 тонн изделий емкостью от 100 до 6 тысяч миллилитров. Как рассказывают производители, самый популярный формат – банки для медикаментов и БАДов. Создание одной такой емкости начинается с 15 граммов полиэтилен-терифталата. Полиэтилен-терифталат, он имеет определенную особенность. Это при его нагреве его надо определенно, точно и резко охладить, чтобы он получил необходимую пластификацию, и в дальнейшем его можно было растянуть. Непосредственно есть своя технология, которая поддерживается нашими технологиями, нашим техническим директором и специалистами по контролю качества. Вот такую полиэтиленовую крошку сначала сушат минимум 4 часа. Затем она проходит пластификацию, чтобы позже стать приформой. Все процессы автоматизированы. Тем не менее, проходят под чутким контролем специалистов инплайна. Материал подается в шнек. В шнеке находятся у нас нагреватели. Бэт нагревается, плавится, впрыскивается в форму, литьевую форму. Далее выходят вот такие готовые изделия. Из приформы, также в автоматическом режиме, выдуваются те самые 200-граммовые банки. Причем оборудование предприятия позволяет некоторые виды изделий получать за один цикл. Вот такой станок проводит и сушку, и пластификацию, и выдув. Помимо банок для БАДов, инплайн сегодня производит порядка 100 видов упаковки, которая поставляется по всей России, от Мурманска до Новосибирска. На данный момент она достаточно востребована на рынке как фармацевтических производителей, так и на рынке спортивного питания, пищевых производителей, поскольку то производство и та упаковка, которая есть сейчас на рынке, если говорить о фармацевтах, это в основном стекло, оно достаточно хрупкое, большое количество боя. История предприятия, у которого на данный момент 4 цеха, началась в 2015 году с бизнес-идеи. Тот случай, когда первый заказчик появился раньше продукта. Он начинал заниматься производством спортивного питания, и на тот момент никто в России не мог ему предложить полную линейку продукции. Четыре, если я сейчас не ошибаюсь, вида баночки. Он хотел, чтобы это все было в одном цвете и в едином стиле. Никто ему не мог это предложить, по всей России. Когда он это озвучил, появилась идея. Мы начинали, у нас был цех 100 квадратных метров. Мы работали втроем. То есть мы сами били, сами выдували, сами упаковывали. В дальнейшем потихонечку набирали персонал. Спустя примерно 8 месяцев работы, плотного сотрудничества, мы разработали свою линейку упаковки. Индивидуальная форма, цветовая палитра, широкий емкостный ряд. Вскоре такая персонализированная упаковка стала пользоваться популярностью не только в индустрии спортпита. В 2016-м Инплайн стал партнером фармацевтической компании, решив проблему боя и порчи их товаров. Затем появились и необычные проекты. Так, например, перед Новым годом у нас была продажа наших банок больших, 6-литровых, для продажи наполнителя кошачьих лотков. То есть, казалось бы, пакеты, и это наше всё. На самом деле на рынке достаточно много теперь идейных производителей и бизнесменов, которые хотят выделить свою продукцию на полке. Что касается формы пластиковой упаковки, то она может быть любой. И комплектация тоже. К примеру, на Инплайне выпускают специальные крышки и мембраны для защиты лекарственных средств от детей. В производстве учитывается специфика хранения, применения, транспортировки и употребления продукции. Каждое изделие от крышки до крупногабаритной банки проходит контроль качества. У нас есть эталоны образцы. Каждое гнездо замеряемое, но оно должно соответствовать чертежам. Соответствовать на Инплайне стараются и запросам времени. Так, в будущем предприятие планирует расширить своё участие в импортозамещении. Здесь прорабатывают проект для медицинских лабораторий. Он станет настоящей опорой для отрасли не только на Урале, но и по всей стране. Кроме того, предприятие продолжит осуществлять важную миссию в Прикамье. В первую очередь это обеспечение, скорее всего, рабочими местами. Наши сотрудники, многие из них с нами очень долго. Мы уже как одна большая семья. Редактор субтитров А.Семкин